Итак, сегодня первая из сегодняшних тем это асинхронные адаптеры. Я уже рассказывал и про функции с коллбеками, и про асинхронные функции, и про промиссы. И вот все эти контракты асинхронности, они очень часто в приложениях используются, несколько из них, и нужно каким-то образом нам стыковать одни части приложения с другими, для того, чтобы между ними обеспечивать какую-то совместимость и контроль управления в асинхронном коде. Для этого в Node.js есть такая штука, как Promissify, она лежит в библиотеке Utils, в браузере ее нет, но ее очень просто написать, я сегодня вам покажу. Точно так же можно преобразовывать функции, возвращающие промиссы, опять в функции коллбеки. Делаем мы это при помощи оберток, ну то есть делаем функцию высшего порядка коллбеки фай, передаем туда функцию возвращающую промисс, она нам возвращает функцию, которая вызывается с коллбеком. Точно так же можно синхронную функцию преобразовывать к асинхронной, а вот наоборот нельзя. То есть асинхронную функцию опять к синхронной преобразовать нельзя никаким образом, ну разве что можно вернуть из нее промисс, то есть это уже будет тогда промиссифай. Итак, давайте, наверное, перейдем к коду. Вот попробуем, начнем с примера, попробуем синхронную функцию преобразовать к функции, имеющей своим аргументом коллбек, то есть она возвращает результаты через коллбек. У нас есть twice, которая удваивает значение, и half, которая его делит на 2. То есть если мы любое число пропустим через них последовательно, мы получим одно и то же число, таким образом мы сможем сделать тест. Обычный синхронный вызов выглядит вот таким вот образом. Сначала 100 передаем в twice, там получается 200, а потом half его опять в 100 возвращает, и мы должны вот в этой строчке увидеть 100. Теперь мы сделаем себе функцию осинкифай. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Это такая вот дважды вложенная лямбда. У нее на вход вот сюда вот идет синхронная функция, и она возвращает функцию. То есть это практически получается функция обертка. Наружная вот эта функция создает замыкание, в это замыкание попадают две вещи. Это контекст наружной лямбды и контекст внутренней лямбды. Контекст наружной содержит функцию, контекст внутренний содержит аргументы, которые мы передаем в уже сконвертированную функцию, вот то есть эти аргументы, которые переданы уже в функцию с коллбеком, и, собственно, сам коллбек. Итак, вот мы сюда попали. И дальше мы должны из аргументов, так как мы их забрали в массив, мы выделяем последний при помощи попа, и записываем его в коллбек. Потом делаем setTimeout для того, чтобы разорвать и отдать управление в event loop. Дальше, ну, потому что синхронная функция у нас может свалиться с ошибкой, мы должны сделать обертку еще в try. И там внутри в try вызываем нашу синхронную функцию, передавая ей оставшиеся аргументы с отрезанным коллбеком. Дальше она что-то вернула, как минимум функция может вернуть ошибку, или она может эту ошибку сделать с row error. Два способа. Если она делает возврат ошибки, то мы должны проверить ее результат, что если это ошибка, тогда вызываем коллбек с первым аргументом, и результат, естественно, там будет instance of error. Если же там не instance of error, то мы в качестве ошибки передаем null и просто возвращаем результат вторым аргументом. Если случилась ошибка, то есть если эта функция внутри себя сделала с row error, то мы ее перехватываем через catch и возвращаем эту ошибку наверх, в коллбек. То есть все. Это вся реализация такой обертки от синхронной функции к функции с коллбеками. Вот таким вот образом мы теперь проверим, сделаем вложенность, вот такую лесенку, как мы привыкли. Сначала twice, потом туда возвращается value. Мы это value опять передаем в half-async, и оно нам опять должно вернуть 100 на выходе. Давайте это дело запустим. Первый пример. Ну вот. Синхронный вызов вернул 100, а синхронный вызов вернул 100. Теперь, конечно же, если мы вот это дело переместим до синхронного вызова, и опять видим, что синхронный, конечно, случился раньше, а потом случился синхронный. Ну, тут все логично. Теперь перейдем к следующей штуке. Вот мы хотели бы сделать обратную вещь. Это от функции с коллбеками, то есть от callback last контракта перейти опять к синхронному контракту. Мы можем сделать что-то похожее, но нам придется вернуть не значение, а обещание на это значение, потому что коллбек-то еще не вернулся к нам. Так, значит, мы тоже делаем вот такую двойную лямбду. На вход принимаем функцию, которая является функцией с контрактом callback last error first, и дальше мы возвращаем функцию, вот она с аргументами, у которой будет на один аргумент меньше, и в нее уже придут те аргументы, которые нужны для исполнения промиссифицированной функции, только они без коллбека придут. Вот попробуем посмотреть, как это произойдет вот тут. У нас уже промиссифицированная функция, и мы в нее передаем 100, и без коллбека. Но она нам возвращает промисс, и мы уже на промиссе делаем следующий шаг. Так, смотрим дальше, как она внутри написана. То есть у нас две вложенные лямбды, и на выходе внутренней лямбды мы делаем ретурн нью-промиса. В этом нью-промисе у нас есть Resolve и Reject, и когда промисс вызовет свой вот этот вот коллбек, который в него передается, мы с него вызовем функцию fn. Она не должна делать throw по контракту, она не должна разить ошибки сама. Вместо этого она нам должна ошибки возвращать в первый аргумент коллбека. То есть мы сразу понимаем, что мы ее не оборачиваем в try-catch, ну, не оборачиваем только потому, что мы ей доверяем, и в результате мы ей передаем все аргументы, которые к нам пришли, и передаем ей вот тут анонимную такую лямбду, в которую мы получаем значение, и ошибку, и данные. Если ошибка, то мы rejectим этот промисс, если данные, то мы его resolvим. Все, вот промиссify, вот такая реализация. Если вы хотите сделать его более надежным, вы еще вызов этой функции fn можете в try еще раз обернуть, вот так вот. Так, try, и еще раз появится у вас еще одно место, где вы будете делать reject. вот так, и отсюда мы будем делать еще один reject. Ну, по контракту, на самом деле, мы можем этот try опускать, потому что будем ей доверять. Ну, можем иметь две версии, которая доверяет и которая не доверяет. Так, попробуем это дело запустить. Вот, значит, с callback она возвращает 100, и промиссифицированная тоже возвращает 100. Как произошла вложенный вызов? То есть, если у нас с callback вложенный вызов выглядел вот так вот, сначала вызываем одну, он вызывает callback, возвращает туда value вторым аргументом, мы этот value передаем во второй, и он нам уже возвращает result. то есть, вложенный вызов. То с промиссами получается, что мы без callback вызываем ее, передаем нужные аргументы, он нам возвращает промисс, и сюда попадает 200, удвоенное значение. Дальше мы вызываем еще одну функцию, которая тоже должна вернуть промисс, а если вы знаете результат callback, который повешен на then, тоже возвращает промисс, то этот промисс при помощи чейнинга выйдет вот отсюда. То есть, вот этот then вызовется на том промиссе, который возвращает функция half-promise. Ну вот так вот, так работает верхний промисс, он ловит результаты вот этой вот функции, которая на него навешана, и возвращает этот промисс дальше отсюда. И поэтому мы можем не наращивать лесенку вправо, а писать дальше. Отсюда вылазит результат, мы этот результат, собственно, и распечатываем. Вот оно у нас, второй пример сработал. Теперь хотим функцию с синхронным контрактом привести к промиссу. То есть, предыдущий пример мы приводили к промиссу функцию с асинхронным контрактом callback last, тут мы приводили синхронную callback last. А теперь хотим синхронную привести к контракту с функцией, которая возвращает промисс. каким образом это делаем мы тоже делаем двойную лямбду вложенную то есть точно так же это обертка первая функция естественно это наша синхронная функция а вот это наша поддельная уже которая умеет возвращать промиссы тут мы конечно так как это синхронная функция значит она должна делать throw-error значит мы должны обязательно оборачивать в try уже без вариантов теперь мы вызываем нашу синхронную функцию и если она возвращает error то мы этот error сразу reject и сразу возвращаем это значение то есть мы тут можем сразу сделать promise reject то есть сделать уже сразу за rejection и promise он сразу в состоянии rejected и мы его вернем иначе если не ошибка то мы тоже сразу делаем заресолвленный promise и он сразу в состоянии resolved success сразу возвращает значение обернутое в promise если случился вот на этой строчке у нас rise error то перехватываем его кетчем и сразу возвращаем за rejection и promise ну и как это мы используем опять мы делаем вот такие вот функции синхронные twice и half и делаем при помощи нашей обертки promise promiseify sync делаем два их варианта twice promise и half promise теперь мы можем вызвать синхронный вызов вот такой вот сравним его с синхронным тут точно такой же код как в предыдущем примере и посмотрим какой результат это у нас пример третий он тоже возвращает 100 то есть удвоили потом поделились на 2 и получилось то же самое теперь надо бы нам от promise опять возвращаться к callback то есть хотим обратную совместимость заиметь себе для этого мы можем написать функцию callbackify сделать ее тоже очень просто на самом деле кстати вот эти вот промиссify и callbackify они по-моему есть тоже в библиотеке async.js ну промиссify точно есть callbackify скорее всего тоже они додумались сделать поэтому у нее примерно такой же контракт везде ну как вы видите ее написать очень просто мы на вход принимаем функцию тут у нас есть варианты или это обычная функция которая возвращает промиссы или это асинхронная функция объявленная со словом async то есть она естественно она через обычный return возвращает какое-то значение оно оборачивается в promise и получается у нас это работает как будто функция возвращающая promise тут понятно то есть тут ключевое слово async добавляет немножечко синтоксического сахара и у нас этот callbackify совместим с ними с обоими ну и вот эта функция к нам возвращается из callbackify то есть тут у нас будет обычная функция асинхронного контракта callback last error first дальше мы из нее должны забрать callback точно так же как мы уже делали там останутся все аргументы кроме последнего дальше мы вызовем ее вот таким вот образом передав ей аргументы она вернет нам promise и может вернуть ошибку если она возвращает promise мы преобразовываем его к вызову callback с первым аргументом null и рассолвим получается точнее зарассолвленное значение из успешно зарассолвленного promise таким образом отправляется вторым аргументом в callback и если вдруг там promise зафейлился то он вызывает catch и причина этого catch это instance of error и он отправляется первым аргументом в callback то есть случается или вот этот вызов или вот этот вызов и один раз вызывается callback наружный ну и точно так же мы можем ее протестировать сделать вот такую лямбду которая возвращает promise сразу зарассолвленный умноженный на 2 и точно такую же лямбду которая делить на 2 и теперь его колбекефаем преобразовываем в twice callback и half callback повторяем наш тест из предыдущих примеров и теперь вот этот тест у нас тоже встречался в предыдущих примерах но мы теперь тестируем преобразованную функцию то есть если тут у нас функция не преобразованная а в предыдущих примерах она была преобразованной то теперь у нас преобразованная функция с callback она точно так же делит умножает на 2 делит на 2 так четвертый пример тоже видите 100 и 100 все работает но у нас может быть такой случай что у нас не функция а просто экземпляр промиса то есть у нас уже есть инстанс кем-то сгенерированный и нам бы хотелось этот инстанс привести к функции с контрактом callback last это тоже можно сделать то есть вот у нас есть такой вот promise to callback last сюда передается первым аргументом instance promise и у нас возвращается функция с одним аргументом callback делается сразу же внутри навешивание зена и навешивание кетча когда этот promise успешно заресолвится естественно мы отправляем во второй аргумент а если с ошибкой то в первый аргумент то есть очень примитивная функция и попробуем ее вызвать тут у нас promise resolve сразу мы делаем promise заресолвленный с каким-то значением записываем это в promise и теперь конвертируем этот promise в функцию с callback вот таким образом мы его передаем и получаем функцию с контрактом callback last вот мы ее тут вызываем передаем ей callback и давайте это дело вызовем пятый пример ну вот он возвращает этот value в callback на самом деле не обязательно чтобы у нас этот promise был заресолвлен он может быть и pending promise то есть который еще никакого значения не получил он ни с ошибкой ни со значением он еще ожидает на самом деле она будет работать точно так же то есть мы в promise вот этот promise точнее обернули вот так вот в раппером promise лежит внутри замыкания вот в этой функции promise to callback last и мы его ждем когда он заресолвится мы вызовем callback это я думаю что тоже периодически такое нужно делать таким вот образом мы можем ну допустим promise передавать в какие-то модули которые ожидают контракт callback last то есть у нас в приложении может оказаться такое что у нас там один модуль работает с промисами другой с callback третий значит нам каким-то образом шлет ивенты на этих ивентах могут приходить значения обернутые в промисы разные контракты и где-то у нас могут быть синхронные функции где-то асинхронные функции а мы допустим хотим сделать композицию этих функций вот перед тем чтобы сделать композицию функций мы можем все преобразовать к контракту асинхронных функций и потом их скомпозировать сделать асинхронную композицию это у нас будет следующая тема я ее специально с сегодняшнего дня отложил дальше потому что она логически идет как бы дальше то есть мы сначала должны преобразовать все функции к контракту callback last error first а потом сделать асинхронную композицию то есть мы можем и синхронные функции преобразовать к этому контракту и асинхронные функции и функции возвращающие промисы вот это на самом деле самый базовый универсальный контракт с callback last error first и мы можем собственно от него уже скакать в сторону асинхронных асинхронной композиции ну и как бы во все стороны тут можем преобразовывать так ну по поводу адаптеров асинхронности все через 5 минут у нас будут асинхронные коллекторы